Хотелось бы спросить, Рожеда Вахидна, вы имеете, как никто, большой опыт лечения пациентов с опухоли головы и шеи и современными препаратами иммуно-экологическими. Вот один-единственный вопрос. Абскопальные эффекты вы уже видели у себя или нет? Да, конечно. Впечатляют? Да, да. Впечатляют. На самом деле, да. И, в принципе, вот, наверное, сочетание иммунотерапии, понятно, что это ещё не зарегистрировано, и мы как бы в практическом здравоохранении не можем, но я думаю рекомендовать. Но, в принципе, я думаю, что, может быть, это провести там через медсовет, через научный учёный совет, да, может быть, совместно с Институтом онкологии, и, может быть, сделать такую работу. На самом деле, это очень интересно. Вот я думаю, что это будет круто для местно распространённого рака головы и шеи попробовать иммунотерапию, с лучевой терапией, потому что я посмотрела исследования, они очень обнадёживающие на самом деле, а при раке головы и шеи это очень важно. Единственное, я не знаю, как там потом, вот, с точки зрения хирургического лечения, как будут оперировать хирурги, но на самом деле это очень интересное такое направление, комбинация лучевой терапии с иммунотерапией. Ну, то, что касается Института онкологии, мы такую подали заявку на клиническую апробацию, если она пройдёт, это будет замечательно, но не пройдёт, мы тогда будем думать, как это нам сделать, потому что это, конечно, пока в настоящее время это у флейбы идёт. Ну, то мы его обсудим и все общими силами, возможно, что-то сделаем. Да, спасибо. Вопрос один. Пасович, можно микрофон? Девушка, зайди. Спасибо большое за доклады. У меня вопрос касаемый экспрессии PD-L1 и CPS одновременно. Вообще, вот, в настоящий момент мы видим вот эти все графики, да, где эффективность при PD-L плюс выше, там, при PD-L ниже, но при этом тоже есть эффективность. Но мы знаем, что экспрессия PD-L1 связана с гетерогенностью, что меняется при проведении предыдущей химиотерапии и так далее. И мы знаем, что имеется опухолевая нагрузка, которую тоже можно определять. Вот если бы методики стоили бы примерно одну и ту же сумму, считаете ли вы, что экспрессия PD-L1 вообще имеет место для прогностического маркёра или лучше определять опухолевую нагрузку? Ну вот вы знаете, я считаю, что мутационная нагрузка – это наукообразие, вы уж извините меня. Никогда оно не будет, во-первых, стоить так, как определение PD-L, никогда в жизни, потому что это полноценное секвенирование, молекулярно-генетическое исследование, это первое. Второе было показано в исследованиях, что у человека может быть высокая мутационная нагрузка, то есть больше 10 на одну мегапазу, но при этом PD-L отрицательный. А здесь точки всё-таки PD-L, поэтому, мне кажется, для чекпоинта-ингибиторов наиболее важно PD-L или ЦПС. Ну, скорее всего, ЦПС, да, то есть соотношение. А вот мутационная нагрузка, у нас есть больные, у которых есть высокая мутационная нагрузка, а PD-L на самом деле отрицательный. Есть больные, у которых есть мутационная нагрузка, есть МСА и положительные больные, есть PD-L, а мутационной нагрузки нет. Поэтому, наверное, учитывая стоимость, учитывая затратную стоимость этого исследования, учитывая, что это длительность этого исследования, мне кажется, оно в практике, а мы говорим о практике, от инновации к практике, наверное, это будет не очень, ну, мне кажется, это не найдёт своё место в практическом здравоохранении. Спасибо. Пожалуйста. Вы, Павел Сергеевич, хотите городское здравоохранение разорить совсем? Павел Сергеевич, вы просто вчера вот то же самое рассказывали по поводу опухоли почки, и вопросов возникло достаточно много. Из-за вот этих панелей антител, которые есть, которые друг с другом совершенно не бьются, где брать с опухоли, с иммунных... Конечно, мутационная нагрузка по трём методикам проводится. PD-L сейчас ещё как-то хотят там унифицировать, а какую-то статистику подвести. А для мутационной нагрузки каждая лаборатория делает там по-своему, и, в общем, мне кажется, ещё пока нет никаких вот возможностей практически этого использовать. Ну, мне так кажется, по крайней мере. Спасибо. Продолжение следует...